В первенстве России среди команд, клубов профессиональной футбольной лиги, оба коллектива уже сыграли по одному матчу. Игроки Химок, они в желтой форме, принимали на своем поле команду Сахалин из Южно-Сахалинска и одержали над ней уверенную победу, забив два мяча и не пропустив ни одного. А вот у игроков Металлурга прошлая игра с обнинским квантом не сложилась. Разыгрывать мяч выпало хозяевам поля, после чего между соперниками завязалась борьба, а порой довольно жесткая. На 11-й минуте матча один из игроков Химок допускает грубое нарушение правил в своей штрафной площадке и судья назначает пенальти, которые с успехом реализует Егор Лилюхин, играющий под 13-м номером. Следующий гол был реализован после углового. Один из химкинских защитников попытался выбить мяч, но его траекторию изменил игрок Металлурга Максим Куфтин, играющий под номером 27. 2-0 с таким результатом закончился первый тайм. Позже на пресс-конференции главный тренер Химок высоко оценил подготовку наших футболистов. Отмечали сильную сторону Металлурга, да, это прежде всего, конечно, скоростные действия, атакующие, да, нападающие, быстрые, да, они очень квалифицированы, на мой взгляд, поэтому я думаю, что атака посильнее все-таки у Металлурга. Во второй части матча гости, видимо, решили реабилитироваться и начали активно атаковать ворота Металлурга. Часто спасал положение вратарь команды, но и у ворот Химок нередко возникали опасные моменты, один из которых закончился голом, который забил Павел Барбашов. Кстати говоря, Павел не в первый раз радует болельщиков видновской команды. Каких-то эмоций там нету, поэтому то, что не получилось в прошлой игре, так скажем, получилось сейчас, поэтому так в целом просто хотел бы поздравить даже не то что с победой, а с результатом проделанной работы. В следующей игре в рамках первенства России среди команд клубов профессиональной футбольной лиги Металлург «Видное» встретится с командой «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.